Алло. Здравствуйте. Добрый день. О, Хомкредитенфинансбанк. Меня зовут Аханчинцев Эдуард Николаевич. Мне необходимо поговорить с Ириной Анатольевной. Со мной разговариваете ее, брат. Брат, да ее? Да, интересно, да. Дело в том, что я на данный момент звоню по поводу задолженности ее потребителя по кредитной карте. 41 день оплаты. 6607 рублей 71 копейка. По какой причине она оплату не производит? Финансовые трудности у человека. На данный момент вы готовы ей помочь произвести оплату с помощью карты визе или мастер-карты по телефону без комиссии прямо сейчас? Я вам больше скажу, я приехал из другого города, чтобы ей помочь. Сейчас оплату готовы произвести по телефону без комиссии? Вы ошибаетесь. Если думаете, что помочь, можно только следуя по вашему пути. То есть отдавая деньги. Можно другим способом разобраться в ситуации. Ну, в таком случае до 26 числа ей нужно произвести оплату. Не, вы меня сейчас слышали. О, кредит, я вас слышу. Если вы думаете, что вопрос решается в гражданско-правовом поле только с помощью денег, то вы ошибаетесь. Но каким способом вы будете решать данный вопрос? Я не буду и она не будет сейчас вообще никаких шагов в вашу сторону делать, кроме обозначения нашей ситуации в виде писем. То есть только письменный формат общения. Мы уже написали письма в банк, где изложили всю свою ситуацию и так далее. Ну, и что, на каком основании на данный момент она может не производить оплату? У нее есть кредитный договор. Она обязалась производить оплату. Да я понял вопрос, что не развивайте тему так глубоко. Ну, а как еще с вами разговариваете? В таком случае просто выставляется требование, соответственно, с 811 статьей гражданского пола с Российской операцией, пункт 2. Сумок оплаты 75 тысяч рублей в среднем будет. Ну, выставляется требование, я надеюсь, вы понимаете, что его неусно надо выставлять. Ну, естественно, выставят документы, отправятся по почте. Ну, так в чем дело? Где он? Ну, вы хотите, чтобы требование выставили на полное закрытие кредита? Все, что мы хотим, мы написали в письмах. В том числе вы обязаны выполнить наши требования законные, которые мы описали в письмах. Ну, какие требования вы написали? Если вы сотрудник банка, действительно, то вы можете и занимаетесь конкретно делом этого человека, то вы сможете совершенно спокойно получить доступ к этим письмам. Я вам сейчас повторяю, что на данный момент письм никаких не приходило. Я вам еще раз повторяю. У меня лежит на столе уведомление о мучении. Я вас понял, я вам еще раз говорю. То есть вы от оплаты отказываетесь, правильно понимаю? Оплату вы производить не будете. Вы можете и так понимать, это ваше право. То есть я тогда сейчас фиксирую и отказываю. В дальнейшем передаем договоры, подтверждаем, что оплата не будет поступать, и вам выставляют требования 75 тысяч рублей, уже на следующей неделе должны поступить. Вы очень мудрый сотрудник. Только зачем было столько текста? Я же вам в самом начале разговора сказал, что все наши требования, все наши просьбы мы изложили на бумаге, как совершенно законопослушные граждане. Понимаете? Ну и что, что вы выложили? Да ничего, да я не пытаюсь ваши комментарии услышать. Вы письмо просто предложили с просьбой. Я вам повторяю, что будет. Нет, это не просьба. Это заявление, это заявление, об отзыве согласия на... Да послушайте, я знаю, что вам не судьба их увидеть, но я вам помогу, немножко облечу вашу судьбу. Первое письмо, это отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам. Это раз. Мы запретили, хоть мы и согласились, да, в договоре, подписывая договор. Мы это согласие отозвали, потому что для этого... Да, в кости. Да, это одно из первых писем. Затребовали расширенную выписку из банка для того, чтобы проанализировать, сколько денег мы переплатили незаконно, чтобы, если там есть незаконные платежи, чтобы мы могли потом в суде спокойно защищаться, вести так называемый истинно состязательный процесс. Ну, допустим. Да, вот. На основании статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации о защите прав потребителей, мы, сославшись на эту статью, сообщили банку, что мы приостанавливаем платежи до получения соответствующих документов. Это наше законное право, регламентируемое этой самой статьей. А вот. Только после того, как банк выполнит наши законные требования, мы, вполне возможно, изучив все предоставленные документы, продолжим платить, если нас это устроит. Если в предоставленных документах будут цифры, которые не соответствуют, по нашему мнению, действующему законодательству, мы прекратим, мы будем игнорировать, мы откажемся официально от платежей. Мы, кстати говоря, это и сделали, но пока временно, мы приостановили. И нас не пугает... Ну, на каком основании вы приостановили? На основании, еще раз повторю, мужчина. Я вам подорваю. Выписку вы можете сделать в офисе банка, по почте вам ее никто присылать не может. Это конфиденциальная информация. Если она хочет получить данный выпуск, она в первый день же могла в офис банка прийти и написать заявление. Юноша, я 14 лет занимаюсь юриспруденцией. И что, что вы занимаетесь? Я знаю, что такое 29-я статья Российской Федерации. Ну, гражданского кодекса, все верно? Гражданского, конечно, кодекса, которая регламентирует отношения между потребителем и структурой, которая оказывает услуги. Ну, о чем вы говорите? Вы вообще знаете, гражданский кодекса Российской Федерации, 29-я статья это признание гражданином дееспособным. О чем вы говорите? Василина Анатольевна не дееспособна или как? Если вы на ходу там что-то загуглили, то надо повнимательнее к ситуации. Если вы на ходу что-то загуглили, то возьмите сейчас без горячки, выслушайте меня, а потом спокойненько наберите в интернете 29-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации о защите прав потребителей. И после этого тщательно ее изучите, эту статейку. На основании этой статьи мы имеем право требовать от структуры, которая оказывает нам какую-либо услугу, в том числе и финансовую, все документы. И эти документы должны нам предоставлены быть по первому требованию, в том числе через почту России. Понимаете, да? Документы через почту, кондиционерной информации не предоставляются. Вы сами говорили, что вы писали заявление, чтобы ваш кредитный долг не рассматривались третьим лицам. Откуда мы можем быть уверены, что данное письмо не будет прощено другим человеком? Потому что почта России гарантирует анонимность переписки. Это раз. Ой, сохранность переписки. Во-вторых, в письмах мы полностью идентифицируем себя, как ваши клиенты. Той информации, которую мы вам в письмах сообщаем, достаточно для того, чтобы нас идентифицировать. Потому что мы вам выкладываем ту информацию, которая известна только нам и составляет, так скажем, банковскую тайну. А раз вы соблюдали строго банковскую тайну, я надеюсь, то кроме вас в этой информации быть ни у кого не должно. Вот и все. Это как вариант. Это аргумент. Заметьте, я свои аргументы объясняю, в отличие от вас. Так вот. Ну, я вам повторяю. Вы понимаете, что данная информация не будет предоставлена почте? Вы просто как балматик. Потому что она предоставлена только в офисе. Ну, значит, мы свои вот эти вот... Ну, хорошо, ну, без проблем. Это в случае просто в дальнейшем, если она не хочет выполнять условия кредитного договора, у нее договоры все прописаны. Хочет выписку получить, пускай идет в отделение банка, решает данный вопрос. А человек не может, не хочет, не желает делать так, как вы навязываете. Значит, она нарушает 850 гражданского культуры. Значит, а я продолжу. А это нарушение условий кредитного договора? Да, все верно. Все верно. По вашему мнению. И если по вашему мнению... Это не по нашему мнению, а согласно законодательству. Хорошо. Она договор подписывала? Подписывала. Хорошо. Остановимся на минутку, что ваше мнение, юноша, истина в первой инстанции. И вы знаете изумительно законы, все остальное, а я тут, ну, извините за выражение, насрано. Так вот, ладно, хорошо, пускай даже так. Так вот, если юноша, ваша структура, где вы там так рьяно трудитесь, за чьи деньги вы так в спину гнете, с чем-то не согласна, все, что им нужно, чтобы отстоить свои права, а ну продолжите тему, что нужно сделать. Что вы хотите от меня сейчас на данный момент услышать? Я хочу подтверждение вашей вот этой великолепной компетенции. Еще раз повторю свой вопрос, юноша. Если одна из сторон, которая является участником какого-либо договора, с чем-то не согласна, я прям по-простому, как вот в университете своим студентам преподаю, что она должна сделать? Это тестовое, знаете, вот это на факультативах для абитурентов мы преподаем. Ну, а мы сейчас на юзамене с вами или как? Мы обсуждаем за должность. Так нет, вы пытались фиксировать мои знания. Я пытался фиксировать ваши знания. Не фиксировать? Я еще раз повторяю за должность, тогда на момент. Соберитесь мыслями, соберитесь мыслями и не волнуйтесь. Я вас не ругаю, ни в коем случае не отчитываю. Я просто хочу, чтобы вы не позволили... Что бы вы меня сейчас ругали, я отчитывал. Действительно, действительно, что бы такое, зачем мне это нужно? Я просто хочу, чтобы вы продолжили мысли. Вы изо всех сил уходите от темы, потому что констатация результата моих изречений, в принципе, приведет вас в тупик. Так вот, что должна сделать одна из сторон договора простого гражданского, если ее права, по ее мнению, нарушены? Так вы подавайте тогда в таком случае исковое заявление, если вам что-то не устраивает. Пишите заявление, если вас что-то не устраивает. Юноша, нас все устраивает. Ну а что вас не устраивает? Мы мало того, что сами, вы сами не нарушаете условия кредитного договора. Вы сами себя слышите, вы так и не понимаете. Когда она подписывала и обязалась производить оплату. Я обожаю банк хом-кредит. У меня к банку хом-кредиту и моей сестры никаких претензий нет. Нет. Я вам больше скажу. Хорошо, давайте я вас сейчас простимулирую. Мы не брали у вас никаких денег. Ну а как она тогда пользовалась данными денежными действиями? Кто ничем не пользовался. Мы не брали у вас никаких денег. Нет, она брала кредитную карту. Да нет, это ваши слова. Нет. Она брала кредитную карту. Ни копейки не брали. Ну как ли, котля? Юноша, соберите мыслями, я сейчас вас... Ну то вы сейчас мыслимо соберите. Да, да, да. Что же за публика в банке работает? Конечно же, мы брали, но допустим, мы не брали. Что вы должны сделать, чтобы доказать обратное? Ну, у нас есть распечатка над операцией. Да, все близко, близко. Тепло, тепло. Есть распечатка. Кому вы ее должны предъявить? Распечатку эту вашу. Ну, мы должны предъявить вам, но это если в случае вы отказываетесь, что вы не брали. Ну, это уже путем судебного разбирательства. Как-то ее получалось. Пропись она ставила. Да, 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 да. А я говорю, вот мы смотрим с сестрой на эту распечатку, как вы там назвали этот документ, оскорбили в принципе документ, и говорим, да, но платить не буду, потому что у меня свое мнение есть, и я готова его озвучить. Какое у вас мнение? Слушайте дальше. У меня есть свое мнение. Я считаю, что договор не соответствует действующему законодательству. Это вы считаете. А она, когда подписывала, считала, что на тот момент ее устраивает данный договор. А теперь не устраивает, да. Понимаете, на основании статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть расторгнут в любом периоде времени действия этого договора, если в нем найдутся пункты, в большей либо меньшей степени противоречащие действующему законодательству, независимо от того, подписан он или нет. Понимаете? В суде этот договор может получить статус ничтожного, либо незаключенного. Итак, мы говорим... В таком случае, если у вас есть интерес в данном вопросе, обращайтесь в суд. Нет у меня никакого интереса. Нет, вы не пострадавшие. Если вы считаете, что вы являетесь... Хорошо, мы не обращаемся в суд, по вашему мнению, что дальше должно происходить. Максимум, чем мы рискуем, это получать звонки от вас. Что нас совершенно спокойно... Ну, почему максимум? Я вам повторяю, это будет в дальнейшем выставлено требование на полное закрытие кредита. Так, и дальше что? Что составит около 70 тысяч рублей. И дальше что? Будет передан договор на судебный разбирательство. Все это зависит от времени. Я вас молодой человек. Либо продан коллекторскому агентству. Ну, продан коллекторскому агентству. Ну и что? Напугали меня коллекторским агентством, что ли? Ну, коллекторскому агентству я то же самое скажу. Тут с одной небольшой разницей, что вы ничего не продадите, а просто они заключат с вами агентский договор, да и все. Ну, все, заключат с нами договоры. Да ни один коллектор в суд не ходит. Несут денежные средства. Какие средства? Нет такого термина? Нет термина средства. Ставьте правильное ударение. Вы на официальной работе находитесь. Причите, на данный момент не об ударениях разговариваю. Как это? Ну, вы неграмотно общаетесь. Вам не стыдно самому? Ну, сейчас не о моей грамотности разговариваем, а о должности Ирины Анатольевны. Да мы с вами вдвоем разговаривали. Вы хотите к ударению придраться? Я могу и фамилию неправильную ударению назвать. Фамилия это простительно, но общеизвестные термины надо хотя бы знать. Я вам еще раз повторяю. Какие у вас имеются на данный момент основания, чтобы не платить? То, что вы хотите посмотреть, распечатать операцию или как? Да, да, это как минимум. А еще мы считаем, что договор... Ну, так обращайтесь в отделение банка, если вы хотите. Обратились мы. Там в договоре в вашем вдоблестном что написано? Либо устно, либо на основании переговоров телефонных, либо при обращении в банк, если в нем... Что там, давайте дальше. Продолжите мысль в очередной раз. И если не достигнут результат никакой договоренности... Если вы хотите поиграть с кем-то, то идите к своим ученикам, играйте. Если вас интересуют какие-то игры. Мужчина, юноша, давайте не будем. Сейчас я чувствую, вы слиться собрались, да? То есть 3 минуты максимально продержитесь. Давайте я защищу вас. Если вы хотите сливаться, я вам повторяю. Сейчас, на данный момент, вам нужно производить оплату. Вам еще надо продержаться 2 минуты и 10 часов. То, что вы хорошо разговариваете, где-то почитали статьи, я вас поздравляю, вы их выучили безупречно. На данный момент, если вы не признаете то, что вы нарушаете условия свидетельного договора. А не заголовки просто читать, которые вам говорят ваши там эти рабовладельцы. Взяли бы хоть внуки подробную статейку. Просто для общего пользы, может быть, работу сменили. А то мужика работает на женской работе звонарем. Ну сейчас я вам повторяю, но это не важно, где я работаю. Как это не важно? Мне не важно, а тебе самому... А вы работаете учителем, вы считаете это мужская работа? Ну то же самое я могу сказать. У каждого человека своя работа, так что не надо обсуждать эту работу. Гнуть работу за чужие деньги. По данному кредитному договору. Я, во-первых, не учителем работаю. У меня своя юридическая практика. Меня университеты приглашают на день лекции. Ну, вы говорите, у вас есть ученики, так что не надо... Ну да, я преподаю, да. Потому что меня приглашают университеты. Ну, преподаете. Ну, вот, подковы гнули. На университетах работают именно учителя, не учитель. Так ведь, как вы говорите? Юноша. Ты помнишь, я же знаю, как с вами разговаривали. Я знаю, что три минуты ты не продержишься, а сольешься. Потому что тебе сказать нечего. Ты опозорился с ног до головы, да? Не смог ничего вообще. Ну где, что мне сказать нечего? Я вижу, что вы не можете толково ничего сказать по поводу кредитного договора. А по твоему мнению, это то, чтобы человек плакал, ныл, просил о пощаде и об отстрочке. То есть вы не собираетесь производить оплату? Я так и фиксирую, что вы, исходя из определенных статей, пытаетесь решить данный вопрос. Хорошо, а как по-другому в дальнейшем случае, я вам повторяю, в дальнейшем таком случае, если вы не будете производить оплату, мы применим меры по судебному разбирательству. Это такая... В дальнейшем, согласно 126 статье гражданского профессионального кодекса, когда мы подадим в суд, данный будет принесен, приведен, точнее, приговор. В течение пяти дней по данному договору. Иди за языком, какой еще приговор? Сдурел, что ли, приговор? У тебя что, уголовное тут разбирательство? Я вам повторяю, что... В гражданской производстве существует решение заочное, либо очное решение... Я вам повторяю, что без вызова сторон будет... Это судебный приказ. ...пределено решение на данный момент, и будет направлено письмо о данном решении, которое вы можете обжаловать. В течение 10 дней, что я и сделаю, но на второй день я отменю этот судебный приказ. Судебный приказ обвиняется... Ну, это уже путем, если у вас имеется денежные средства, то в таком случае... Судебный приказ через Почту России отменяется элементарно, ходить никуда не надо. Только получил судебный приказ и тут же отменял, не копейки не заплатят. Но только исковое заявление встречное вы подавать будете уже платно. Я не буду ничего подавать, зачем мне? От вас ничего не нужно. Ну как, ну вы же хотите оправдать это? Кого оправдать? Вам понадобится исковое заявление? О чем ты говоришь? Вот, господи, какая стыдно за сотрудников хом-кредита. У них что, такой лимит? Мне стыдно за вас на данный момент, что вы не можете производить оплату. Взрослые люди не могут выполнять свои обязательства по кредитному разговору. Я уже понял, что ты неуважаемый сотрудник, с тобой нужно разговаривать... В таком случае, всего вам доброго, до свидания. Если вы любите с детьми разговаривать, сходите в детский сад. А там что, нелюди, что ли? Ну, в таком случае, я вам говорю, если вы хотите сходить с детьми поговорить, сходите в детский сад. Сейчас вы разговариваете с сотрудником банка. Зачем? На плаву не хотите производить, будем решать вопрос другим способом. Ну, ты про судебный, как я начал говорить. До свидания. Нечего сказать, слился. Ну, выдержал три минуты. Ну, конечно, нечего сказать, если вы не можете решить. До новых раз. Всего вам доброго, до свидания. Какие вы все веселые чудодей там, а! Ничего вы не получите, пока у вас не начнут работать нормальные, вменяемые сотрудники. Пока банки не начнут экономить на зарплатах. Да, друзья, ну, вот такой затяжной достаточно ролик, да, демонстрация полного безумия. И сразу вопрос, да, ну, кого они там, вот вообще у них кастинг какой-то существует, когда они сотрудников принимают. Что касается 29-й статьи нашего гражданского кодекса федерального закона, я сразу вам внесу ясность. Да, ребят, действительно, загуглить вы попадете непонятно куда, и на первый взгляд вы сможете, скажем так, согласиться со словами этого паренька. Но на самом деле статья 29 права потребителя при обнаружении недостатка выполненная работа оказывает. Там существуют уже какие-то там корректировочки, но суть этой статьи остается неизменной. Потребитель, прям под первым пунктом потребитель при обнаружении недостатка выполненной работы либо оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатка выполненной работы, услуги, соответственно уменьшения цены выполненной работы и там бла-бла-бла. Не буду сейчас на этом останавливаться. Грамотные, кто так или иначе знаком с юридическим делопроизводством, поймут в чем дело. Люди, которые по роду своей деятельности далеки от этого всего, конечно же могут в первых слов этого, скажем так, попрошайку поддержать в сомнениях. В том-то их и проблема, что они эксплуатируют, как правило, только заголовки. То, что им подсказывают их работодатели, они смотрят, заголовки глянули и не удосуживаются даже вникнуть в ситуацию, вникнуть в суть и хотя бы задуматься над тем, что они прочитали. А, ну вот мне интересно, да, про учителей он попытался что-то там брыкался, да, потому что его работа достойная, а вот работа учителя недостойная. Это же, ну, до какой степени нужно вообще растеряться, по какой-нибудь ситуации не владеть обстановкой, чтобы эксплуатировать вот такие, на его взгляд, аргументы. Ну, очередное подтверждение того, что там либо неучи какие-то, либо недоучки, ну, либо люди, ну, мягко скажем, подготовленные к общему формату ситуации. То есть рассчитывают их работодатели лишь на один сценарий, да, когда попадется человек, который действительно считает себя виноватым и, как говорится, не в зуб ногой в плане каких-то своих гражданских прав. Ну, если вы хотите, чтобы и у вас было все в порядке, скажем так, с совестью, да, в кавычках, чтобы вы не беспокоились, пожалуйста, приходите на наш бесплатный вебинар, который мы в самое ближайшее время проведем. В описании видео вы найдете ссылочку, там расписание, видео посмотрите на сайте, на этом. Обязательно приходите, будет очень интересно. Также для тех, кто хочет стать под юридическую защиту и, наконец, прекратить это вот вымогательство со стороны всяких там взыскателей, инфоушек, банков и так далее, называющих себя представителем законных структур. Тоже, пожалуйста, есть ссылочка на наш сайт официальный, там выложено видео, как работа устроена наших специалистов, как мы работаем, по какому алгоритму, послушав, посмотрев это видео. Вы, наконец-то, поймете, что все не так, как вам преподносят, ну и ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Все ролики выкладываются, все ролики, которые на нашем канале в YouTube выкладываются, также дублируются и ВКонтакте в нашей группе. Если вам удобнее следить за нашим творчеством, то, пожалуйста, вступайте, будем всем рады. И там очень много полезной информации, не только в этом формате имеется. Ну что, на связи был Кузнецов Глупин, Центр юридической защиты, компания АЛЯН. Счастья вам, здоровья, финансового благополучия всем вам, дорогим вашим родственникам, знакомым, ну и всем близким. До свидания.